Привет, друзья! Это Pima Live, и сегодня нас переполняет гордость, потому что у нас в гостях легендарный и таинственный гитарист-виртуоз, который уже в 9 лет был признан гитарным вундеркиндом Гриша Горячев. Ура! Встречаем! Ты вот такой суперталантливый, или это всё-таки трудолюбие? Ну, я думаю, что талант там присутствует. Насколько он супер, это тебе судить. Талантливый. Мы прямо сейчас вели прямой эфир, и все спрашивают, как ты это делаешь, как ты это делаешь, но это просто нереально. Ну, начинать надо медленно, с легких пьес, так что обязательно, обязательно. Трудолюбие без него никуда, на самом деле. Во-первых, надо любить свою профессию, то есть надо гореть гитарой, гореть музыкой, и потом очень много труда за этим стоит. Но если любишь это дело, то тогда труд в охотку. Мы, когда берем интервью у гитаристов, мы обычно спрашиваем, есть ли у них среди родственников гитаристы. Но здесь особый случай. Насколько мы знаем, тебя с шести лет учил гитаре отец. То есть можно сказать, что твой успех в музыке случился благодаря ему? О, конечно. То есть отец у меня очень-очень талантливый педагог, и у него есть своя методика. То есть вот он умеет показать новичкам, то есть людям, которые приходят заниматься с нуля, показать, какое ощущение от правильной игры. То есть он может взять вашу руку в свою руку, и как-то вот, когда он так делал, я чувствовал, как правильно прижимать пальцами. Потом само все вот это вставало. Он научил меня всей технике классической гитары. То есть вот я с шести лет играю, и начинал цитудов простеньких, а потом более такие пьесы взял посложнее. И мне всегда было легко играть. То есть он учил меня так, что когда играешь на гитаре, надо, чтобы все получалось с легкостью. Никогда не прижимать струны, если какая-то есть там зажатость в руке. Вот, и поэтому мне было всегда комфортно играть, и получалось. Я считаю, что вся моя техника, это все благодаря отцу. Первое занятие помнишь свое? Ну, первое занятие я, кстати, даже и не помню, потому что это случилось еще до шести лет. Да, то есть я, ну... То есть это все в раке. То есть начинали в тренинг, на самом деле, да? Нет, на самом деле, то есть я серьезно уже начал заниматься где-то в шесть лет, а до этого так просто пробовал гитару, и отец мне давал там поиграть, и вроде и сам что-то там прижимал, а я просто аккорд брал. Вот такого типа. Значит, получается, целенаправленно можно вырастить звезду? Ну, реально. Ну, если человеку нравится занятие, то тогда можно, а если нет, то можно сломать жизнь человеку. То есть тут надо очень осторожно. То есть если вот у меня... Он видел, что у тебя есть тяга к этому. Да. Дал тебе гитару, и все, и с этого пошло. Да, конечно. То есть тебя не заставляли играть? Не заставляли. Ты не сразу с фламентка начинал? То есть пошла сначала классическая школа, потом уже пошли переключиться? А почему переключились? Кто был инициатором? Я скажу, я скажу. Я переключился, потому что в 86-м году приезжал к нам Пака де Луси первый раз. И я как бы до этого слышал фламентку, ну так, более я слышал Сабикоса, и мне это нравилось, но я еще как-то не понял, что это за музыка. И когда я попал на концерт Пака де Луси, вот он, по-моему, выступал в Октябрьском, вот я туда пошел одним человеком на концерт, а вернулся домой другим совершенно. То есть меня совершенно потряс этот концерт. Сколько тебе было лет? Мне было, наверное, 8 лет. 8 лет. 8 лет. И я сказал отцу, что, как же я так вот не играю эту музыку, почему ты меня не учишь этому? И тут он все понял. И он сам не знал, как бы как это делать. То есть он сам начал искать способы, как тебя это учить? Начал искать способы. У него есть преподаватель, вот здесь живет, такой Абрам Семенович Бруштейн. Он большой коллекционер записей и нот, очень известный в стране. По-моему, его коллекция на втором, что ли, может быть, месте в России. И он нашел школу Хуана Мартина и дал ее отцу, поделился. Там, конечно, была фотокопия и, кроме того, запись, может быть, десятая перезапись. Я, как бы, выучил все вот эти вот формы, там, Солярис, Фанданго, Сигирио и так далее. Кстати, на Ютьюбе, я вот перебью, на Ютьюбе есть эти записи, где 9 лет, и ты играешь вот эти пьесы Хуана Мартина. Да, у меня один год всего заняло выучить все и как-то отработать. А после этого я решил, ну, вот я знаю все эти пьесы, а что же дальше? То есть других вот школ таких мы не нашли. Там была еще школа Пака Пении, она хорошая, там пьеса посложнее, но у нас не было ее тогда. И с помощью отца я стал подбирать пьесы с манитофона. Первая пьеса, по-моему, меня занимала что-то не шесть месяцев. Вот, так. Потому что, ну, я еще тогда плохо разбирался, как учить по слуху. Ну, это ты упрямый, значит, все-таки трудолюбый. Я козерог. Да, конечно. Сколько времени ты в день уделял музыке именно? А тут очень сложно сказать, то есть я никогда по часам не занимался. То есть я занимался, когда только вот мог. У меня было свободное время, и меня тянуло к гитаре, потому что у меня были какие-то вещи, которые я хотел достичь, вот, что-то там надо было выучить, что-то отработать. И поскольку у меня все время получалось, мне все время хотелось это делать. То есть я чувствовал свой рост, просто замечал его. Теперь вот, например, те пьесы, которые я сегодня буду исполнять, они заняли у меня гораздо меньше времени. То есть может быть, может быть, два часа. Вот так, по слуху. По слуху? По слуху. Все, что я играю, все по слуху. Ого. Да. А ты как-то писал это дальше? Ну, как бы... То есть для себя как-то чаще какие-то записи делалось? Или ты так в голове держишься? Я все держу в голове. На самом деле, если даже я что-то забуду, случайно совершенно, то я могу сразу же это возобновить. По аудио? Угу. То есть у тебя больше... По аудио. Кстати, я не понимаю, как, например, по видео как-то разучивать вещи, потому что у меня нет связи между движением, вот визуальным такими. То есть я наоборот, у тебя звук порождает... Да, я закрываю глаза, и я лучше вижу все эти позиции, да. Потому что я слышу. У тебя абсолютный слух нет? Нет, не абсолютный. Но ты на гитаре, можно сказать, абсолютный. Получается так? Ну да, как это по-английски? Это relative. Ну, то есть относительный. Относительный слух, да. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Один В принципе, так и все. И при этом ты умудрился учиться у Фиска. Фиска или Фиск – это классик-классик, я так скажу. Гриша, где Бах? Где Джулиани? Где Понце? Где они все? Он тебя не заставлял играть это? Да и, конечно, я могу сыграть ее. Понце, Баха могу, Джулиани могу. У меня даже есть запись, как я играю на мастер-классе Джону Вильямсу, Чикону Баха, например. Вот так. То есть я играл все, да. И Скарлатти, и Паганини, и Бариуса. Единственное, что жизнь, она короткая, и надо как-то выбирать свой путь. То есть у меня был период в жизни, когда я был не уверен, кем я стану. То есть либо фламенкистом, либо классиком. В какой-то момент я даже был на англоязычном форуме фламенко, и я сказал, «Гайз, извините, ребята, я, наверное, ухожу в классику». Попрощался с ними, а потом после этого опять вернулся. То есть я был просто не уверен. Но мне нравится и то, и то. Но больше нравится слушать классику. То есть я обожаю слушать. И не совсем даже гитару. То есть я люблю оркестр, я люблю оперу, я люблю пианино, я люблю струнный квартет. И в общем, все, что в классике прекрасного я люблю. Но играть именно люблю фламенко. Ногти, например, запрошены так, чтобы у фламенко был такой звук немножко более жесткий. И кроме того, чтобы была скорость повыше. Скажи, пожалуйста, одну камеру. Ну вот такие они, короткие ногти. Здесь наклеены, да, у тебя? Да, они накладные. Я покупаю пластик. Есть такой веб-сайт, он называется Guitar Player Nails. Даже сайт ногтей гитарных есть, ребятушки. Да, есть, есть, есть. Я их сам делаю и накладываю. То есть получается, что все-таки с Фиском ты занимался классической гитарой? Или тебе давали свободу? То есть как это все-таки было? Мне давали свободу. Но занимался я с ним, конечно, классикой. То есть фламенко никогда меня не учил. И, кстати, я скажу более, я скажу более, что у меня во фламенко не было учителя никогда. Даже на минуту. То есть все я выучил сам. Но мне хотелось именно освоить классический стиль с ним. И мы с ним работали над репертуаром. То есть на первом же уроке он мне написал то, что мне надо как бы разучить в ближайшие там два года. И я постепенно это все учил. И мне очень нравились его перевожения, обработки. Например, Скарлатти. Потом несколько каприсов Паганини я играл тоже в его обработке. Вот. И все то, что как бы для себя потом учил, я над этим работал с ним. Вот. И мне нравилось играть. У меня была гитара классическая своя. Такая довольно хорошая. С красками. И мне нравилось то, что я нашел форму ногтей. Кроме того, мои собственные ногти очень тонкие и очень такие ломкие. Вот. И я потом стал играть с помощью, как это, пудра такая есть, акрилик. Да. Да, акрил. Вот. И у меня сразу же стал звук теплее. Мне так нравилось. Да. И я работал именно над классическими произведениями с ним. У тебя никогда не возникало желания показать эту Кузькину мать всем гитаристам-классикам на конкурсе гитар фундейшенов Америка? Честно говоря, нет. Не возникало. Я вообще не люблю конкурсы. И как-то мне кажется, что очень сложно судить. Я сам иногда являюсь судьей. Да. Меня приглашают. И я так ненавижу это делать, потому что я во всех вижу что-то свое, какую-то уникальность. А на конкурсе надо играть так, чтобы как бы что-то среднее было такое. И я так не могу играть. Я очень по-своему играю. Вот. Так что не хотелось. Хорошо. Я думаю, что вот этим вопросом тебя достали все. Но у тебя просто супер, если по фламинковым, пикадо. То есть очень крутая техника пассажная. Спасибо. Как ты это добился? Или все-таки это природа? Наверное, все-таки природа здесь играет какую-то роль. Я уверен в этом, потому что я сам учу. И как бы некоторые люди, которые все понимают, то, что я им говорю, они не могут достичь такого уровня, как, скажем, другой ученик, который сам не занимается. Ну, вот у него это есть. Сами пальцы. Сами пальцы. Но я, конечно, работал над этим. Мне было интересно. Где-то в 11 лет я, наверное, уже играл 80% своей скорости. А потом, когда мне было 25, я вообще там зашкаливал по темпу. Просто играл много гаммы. Играл гаммы всеми пальцами. Не только указательным и средним, но и указательным и безымянным. И средним и безымянным. И трехпальцевые. И трехпальцевые, да. В целом, хоть какие-то основные выкладки. Я видел, что у Ютубе есть парочка уроков об этой теме. Ты все так же считаешь, как тогда, что это все правильно? Ты что говорил? Минималистичные движения на струну давить. И так далее. Или, может быть, у тебя уже взгляд изменился? Что, типа, ребята, забейте. Если от природы не ошиблись, то забейте. То, о чем я говорил, на самом деле, очень важно. Когда минимальные движения пальцев. То есть, все очень экономно. И наступать на струну. Мне кажется, это важно. Но с тех пор я стал больше давить вверх. То есть, чтобы звук получился не таким вот, а таким. То есть, просто струна ударяется о блат. Таким образом. И с любой позиции можно такой же звук и изверить. Покажи какое-нибудь упражнение. Повседневное упражнение. Или с чего ты хотя бы начинал. Вот для того, чтобы немножко поработать над темпом. Над правой рукой. Окей. Темп правой руки. Хорошо. На три пальца или на два показать? На два. На два. Хорошо. Тогда есть такая гамма. Это, считайте, до мажор. Но в этом случае это будет фригийский лад. То есть, ми фригийский. Здесь нет ни диезов, ни бемолей. Вот, начинаем с соль. Идем соль, фа, ми, ре, до, си, ла, ля, соль. И продолжаем до шестой струны. Вот. И мы начинаем играть отсюда. Значит, соль, соль, фа. Останавливаемся. Опять сначала начинаем. Добавляем еще одну ноту. Соль, фа, ми. Соль, фа, ми, ре. Соль, фа, ми, ре. И вот так добавляем фа, ноте. Стараемся расслаблять при этом руку. Вот мы дошли сюда до конца. Теперь начинаем отсюда. Мы закончили на среднем пальце, скажем, да? И вот мы добавляем ноту как бы обратно. Фа, ми, соль, фа, ми. Ля, соль, фа, ми. Си, ля, соль, фа, ми. Фа, соль, ля, си, до, ре, ми, фа. И последняя нота соль. Вот и все. Такое упражнение. А ты играешь в обратную сторону? В обратную тоже можно. С тремя пальцами. С тремя пальцами. Покажи, пожалуйста. А с тремя пальцами вот такое упражнение. Просто сложно сделать так, чтобы как бы была координация хорошая между... Да, синхронность между пальцами левой руки и правой руки. Мы играем так. Значит, струна открытая первая. Потом указательный палец на первом ладу. Средний на втором. Безымянный на третьем. Мизинец на четвертом. И обратно. Безымянный, средний, указательный. Вот. После этого мы сдвигаем то же самое на лад вверх. Играем вот со второго лада. Правильно? То есть автоматизм такой получается. Да, автоматизм. Вот до сюда. Теперь. Здесь мы играем... АМА, 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 АМА. Правильно? АМА. Вот я закончил на среднем. Потому что здесь получается 8 нот, а здесь 3, тут 4. То есть ты не меняешь расположение. Акцент просто смещается. Покажи руку. Я сейчас обратил внимание. У тебя постановка такая руки. К нам классическая. Классическая. Да, да, да. Как отец учил? Да. То есть все еще с тех пор ты не особенно менял? Ну, кое-что я меняю просто, чтобы были краски другие. Сейчас он учит тебя? Или ты его учишь? Сейчас он меня критикует. Критикует? Ты знаешь. Вот. Как тут. Ну, это очень хорошо. Ну, а потом... Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok 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 Добавил субтитры 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 DimaTorzok А после я уже понял, что то, чего я делаю, это больше никто не делает. То есть сколько людей в мире сейчас играет сольная фламенко? Играет Хавьер Конде, такой гитарист в Испании. Замечательный гитарист, молодой. Он здорово играет. Есть еще такой Адам Дель Монте, например, живет в Штатах. Он играет и классику, и фламенко. Но таких людей, которые именно дают сольные концерты, во фламенко, их очень мало. Их можно по пальцам пересчитать. И мне кажется, что моя миссия вообще в жизни такая, что я хочу вот эти пьесы, которые были записаны, шедевры, их донести до зрителя. И мне для этого группа не нужна, потому что они уже сами по себе прекрасно звучат. Когда играет ансамбль, там бывает элемент импровизации. Ты сам импровизируешь? Импровизирую скорее в ритме. Но те пьесы, которые играю, я их выучиваю ноту в ноту, и постепенно они становятся моими в чем-то. Но я не так импровизирую, как остальные фламинкисты. Хотя, в принципе, я могу изменить, например, очередность фальцет. Знаете, что такое фальцет? Очередность их в произведении. То есть что-то выкинуть, что-то немножко удлинить и так далее. А ты сейчас сказал про ритм. Можешь что-то ритмичное такое сыграть? Ну, показать ритмику самому. Нам на самом деле очень жалко, что мы уже не сможем взять интервью Пака. Но, насколько мы знаем, ты встречался, знаешь, знал его. Можешь немножечко рассказать вообще, как это было? Как что-то от него получил, может быть? То есть как он на тебя повлиял? Свои впечатления. Это было в 94-м году. Я состоял в программе «Новые имена», и мы туда поехали. Там было несколько очень ударенных молодых людей. И у нас были концерты, в частности, в Мадриде, где Пака Дуазио в то время был. И на одном из концертов, мне так повезло, что была его хорошая знакомая, и она подошла после концерта ко мне и спросила, неинтересно ли мне было бы познакомиться с Пакой. Я так думаю, ну, я, может, еще подумаю. Ну, конечно, да. И на следующий же день, на следующее утро жена Пака Дуазио приехала с водителем, забрала меня из гостиницы, и мы приехали к Пак Дуазио домой. И Пака Дуазио тогда записывал диск свой «Лусия», который он выпустил в 95-м или 96-м году. И я когда вошел к нему, я слышал, как он записывал один фрагмент. Оказывается, он видел меня на конкурсе в Голландии в 91-м году по телевизору, потому что там еще был один испанец, фламинкист, который не вышел тогда в финал, но зато выиграл этот же конкурс два года спустя. Вот, такой Раито, очень-очень известный в фламинковых кругах. И он сказал, о, я тебя знаю, ты там играл булериас Сабикаса. И я ему сыграл этот булериас, потом ему сыграл его фанданго и тарантос. Вот, а он сидел на диване вот так вот. Вот так вот как-то. Очень смешил. Да, я так и не знал, нравится ему или не нравится. А потом он сделал мне комплименты, он сказал, у тебя и ритм хороший, и ты быстро играешь, и чисто, и как бы с эмоциями. Единственное, что он мне дал совет такой вот, который я, к сожалению, так и не последовал этому совету. Совет был переехать в Испанию и пожить там с цыганами, покрутиться в этих кругах. Вот, и, к сожалению, тогда... 90-й был, 94-й год. Я не мог переехать, потому что очень сложное было время после распада Советского Союза. Вот, и денег ни у кого не было. Но я в общей сложности провел там всего 5 месяцев. Но был я там несколько раз. И в разных совершенно городах. Там в Гранаде, в Альмерии был, в Кадисе, в Хересе, в Мадриде, в Барселоне и так далее. Как они воспринимали твою игру? Они всегда меня принимали с радостью. И там были люди, которые сначала очень недоверчиво относились ко мне, но мы быстро подружились с ними, и как бы они меня приняли. Ты рассказал, что твоя миссия передать практически те записи, тот мир музыкальный в будущее. Сам ты когда-нибудь что-нибудь придумывал ли? Есть свои пьесы? Произойдет ли тот момент, когда мы услышим твои произведения, твои композиции? Он обязательно произойдет, потому что мне нравится. Мне нравится именно придумывать музыку. И мне нравится импровизировать. Но единственное, что я не могу никак... Не могу придумать такие произведения целиком, которые бы меня устраивали. То есть они все время у меня в голове меняются. То есть что бы я там не придумал сегодня, что мне нравится, через неделю у меня уже будут к этому вопросы. И поэтому очень сложно поставить точку в конце. Я, кстати, сейчас разговаривал. В Бостоне на прошлой неделе там был фестиваль Boston Guitar Fest. Туда приезжал Лео Брауэр. И мы с ним подружились. Мы с ним много контачили. Его там даже возил по городу. И так далее. И я у него спросил совета, как придумать. И он сказал, пиши упражнения, не надо писать пьесы. То есть упражнения такие вот именно... Да, этюды для... Композиторские этюды. Вот. И потому что там как бы не надо... Не надо ставить точку. Вот и все время можно менять. Все время можно менять, улучшать. И тогда есть творческий рост. А так, говорит, когда пьеса написал уже, как бы, ну она уже там. Уже расти не будешь. Вот как ты сегодня играл, ты, конечно, такой жесткий перфекционист. Вот. Поэтому я желаю, наверное, научиться забивать в какой-то момент и ставить эту точку. Мне кажется, мы много чего теряем, пока Гриша такой перфекционист. Скорее всего, там такие уже давно шедевры лежат в столе. Может быть, пора уже, Гриша. В этом много смысла, кстати. Но у меня уже есть дата. Уже, да. В августе. То есть когда релиз? Ну, релиз пока я не знаю. Но это будет первая серия. Ну, как ты сведешь там все? Напиши нам, напиши нам, пожалуйста. Да, мы расскажем нашим друзьям о том, что их ждет. Сыграешь нам? Сыграю, конечно. Сыграю, конечно. Сыграю, конечно. Сыграю, конечно. Сыграю. Сыграю, конечно. Сыграю, конечно. Сыграю. 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 Сыграя. Сыграя. Сыграю. Сыграя. Сыграя. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»